Два года назад Михаил отказался от постоянного заработка в пользу высшего образования. Работа в такси позволила ему учиться в университете и обеспечивать семью. У Михаила жена и двое детей, но с каждым днём получать достойный заработок становится всё сложнее. Для того, чтобы заработать за смену, получается, грязными, ну, тысяч пять, пять с половиной, с этих пять с половиной нужно отдать аренду. Полторы тысячи. Полторы тысячи. Заправиться. Тысячи. Тысячи. И при этом агрегатор ещё забирает свой процент. И, следовательно, получается, остаётся, ну, где-то может быть тысяча отсек. Это за 14 часов. Поэтому Михаил и приехал на площадь Декамоторостроитель, где прошла забастовка таксистов. Водители выступают против снижения тарифов на перевозки. Наше недовольство относительно агрегаторов. Особенно одного агрегатора, который, получается, на сегодняшний день является монополистом на рынке перевозок. И вот он на сегодняшний день допингует, получается, других участников на этом рынке. Все другие службы такси снижают тарифы, чтобы хоть как-то удержаться на этом рынке. Мы, водители, несем на себе бремя от их игр между собой, то есть завоевания рынка. То есть, получается, их снижение тарифа бьют по нашему заработку. Профсоюз таксистов УФИ также выступил за повышение цен. Стихийно возник профсоюз на фоне того, что очень много недовольных таксистов, которые уже живут на грани нищеты. Очень часто вызывают такси, чтобы проехать одну остановку. Это стоит 70 рублей. Если в машину садятся 4 человека, то они в автобусе бы заплатили 100. Участились также жалобы клиентов, что вот машины грязные, машины стучат, водители грубые. Это все упирается в ценовую политику, которую нам предоставляет Яндекс, Гет, Убер, Максим. Мы требуем, просим, чтобы Яндекс пересмотрел цены. Вот эта посадка за 69 рублей, то есть она реально просто убийственна. Мы решили узнать у уфимцев, как часто они пользуются услугами такси и устраивают ли их цены. Бывает, когда экстренная ситуация, когда надо куда-то ехать быстро. Каждый день почти. С дачи иногда не бывает у таксистов, но это не нравится. Такси Яндекс часто. Вас цены-то устраивают? У меня короткие расстояния, поэтому да. Нормальные цены? Нет. Дорого. Бастовали далеко не все, кто-то продолжал работать. Журадбек приехал в Уфу совсем недавно. Такси для него основной заработок. Зарплата его устраивает, да и про забастовку он не слышал. Ну, в принципе, тысяч 40 можно в месяц зарабатывать? Можно, можно. 40-50 нужно. Если нормально работаешь. Вы поддерживаете их или нет? А, кого? Вот это что ли? Кто, кто бастует? А, это, которые не вышли на работу, что ли? Да. Не знаю, они сами себя решают уже. Я как бы буду работать. Самат проводит за рулем 12 часов в день. В месяц устраивает себе 4 выходных дня. Говорит, что в день получает минимум 2,5 тысячи рублей. Чистыми можно сделать 2,5. 2,5 тысячи? За минусом комиссии бензина. Ну, в месяц, то есть спокойно, вот если каждый день работать, можно 1050-60? Да, можно. Даже с выходными получается. Призываем водителей в эти дни не выходить на линии. Те, кто выходят на линии, они получают ложные заявки. То есть мы понимаем, что это не самые хорошие методы. В сервисе Яндекс.Такси не смогли оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию. В планах у профсоюза начать диалог с крупными службами заказа такси. Забастовки будут проходить раз в неделю. Но пока кто-то протестует, такие водители, как Самат и Журадбек, будут продолжать работать. Глеб Безбородов, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.